Мусор на помойке, грязь на свалку, гордуму на свалку истории. Что стало последней каплей? Присвоение чте заслуженного звания мусорной столицы России или жестокое линчевание городских деревьев? Теперь сказать трудно, но чаша терпения переполнилась, а дойдя до критической отметки, содержимое брызнуло во все стороны. Впервые за долгое время митинг против городских властей прошел не у черта на куличках, а в самом центре Читы, на театральной площади. Децибелы впечатляют и кричать приходится, чтобы докричаться. У каждого своя причина, почему пришли, почему заняли позицию против. Ну я понимаю, не хватает, может быть, детям-сиротам жилье построить. Ну понимаю, может быть, не хватает дороги. Ну мусор-то вывезти почему не хватает? А потому не хватает. Потому что там во власти и не заинтересованы что-то делать. Они только те проекты протаскивают, где можно что-то украсть. Главный пасы надо нынешнюю городдуму на свалку истории. Туда же местную администрацию и всю прочую. Ну очипов пускай досидит. Что вас не устраивает? Трудно перечислить. Трудно перечислить. Потому что, в принципе, грязь, мусор, безразличие, некомфортность в городе. И плюс, как это сказать, безграмотность. Безграмотность властей. Даже вот когда не отвечает, слушать как-то неудобно. Издалека эти листовки смотрятся как объявления о розыске преступников. Но стоит вглядеться, тут все знакомые. Читинцам предложили на специальном стенде ознакомиться с депутатами их избирательных округов. Вместо этого горожане приписали народным избранникам дополнительные регалии и дополнительные аксессуары в виде усов. Все, что происходит сейчас, это сделано за пять лет, это сделано ими. Половина из них присосались к муниципальному бюджету. Они руководят муниципальными предприятиями, кинотеатрами, банными трестами, троллейбусными управлениями, зоопарками и так далее. То есть они превратили наш городской карман в свой доход. К слову о депутатах. На митинг как раз вовремя подоспели представители городской администрации. Их всего двое. Депутат и по совместительству директор кинотеатра Александр Сапожников и председатель комитета ЖКХ Алексей Изюрев. Неужто тоже против власти? Можно сказать, что вы тоже против городской администрации? Нет, я бы так не сказал, как я могу быть против городской администрации, если я работаю в городской администрации. Значит, я скажу, что я сам против себя. Я бы не так сказал. Я скажу так, что нужно объединяться и вместе с обществом, вместе с людьми идти вместе к чему-то доброму. Почему до этого никто не объединился, ничего не сделал? Почему это не произошло? Ну, это тяжелый вопрос на самом деле. Я сюда пришел с поднятой головой. Я пришел сюда, потому что я знаю, что я перед народом чистый. А с чистотой все-таки проблемы есть в городе, естественно. Ведь выступление почти каждого касалось проблемы захламленности Читы. Вы зря ее назвали Мусоростаница. Все-таки это наш любимый город. Это не Мусоростаница. Я не согласен. Потому что я люблю свой город. Я счастлив, что я здесь живу. Все-таки он наш хороший город. Но те люди, которые живут на свалке, они не очень счастливы. Ну, у каждого, да. Бывают причины свои у людей. То есть, я считаю, что неприятности у людей. Кто-то без квартиры остался. Это неправильно. Считаю, это неправильно. На миссинг пришел и блогер Леха Кочегар. Свалки для него уж точно несчастье, а главное – боль. Вот смотрите. Пришло народу. Сколько народу? 300 тысяч человек народу. Население Читы. Сколько пришло? 400. Это, видимо, всех устраивает все эти помойки, да? Или нет? Я не рассказывал про него. Вон, 400 человек даже не наберет. Ну, мою. Вовой херожили. Посмотрите на эту площадь. Это что такое тут? О, бардак полный. А вы меня спрашиваете, что меня не устраивает? Все меня тут не устраивает? Не устраивает эта городская администрация. Ясно? Запикайте. С количеством людей блогер, конечно, загнул. Вместо ожидаемого пятитысячного митинга на площадь пришли не более 150 горожан. Кто-то в толпе выразил мнение – может идти уже попросту некому. Может, те, кто хотел перемен, давно отчаялись и уехали. Практически 100% молодых людей, которые заканчивают высшие учебные заведения, они мечтают покинуть наш город. То есть это говорит только об одном – молодое поколение не видит здесь своего будущего. Я думаю, что этого будущего не видят и наши отцы города, потому что, если спросить, где учатся и собираются жить их дети, то это явно не город Чита. Практически 100%. И с этим надо что-то делать. Я думаю, что практически 100% депутатов и управления города, они должны поменяться на этих выборах. И все же, почему на митинг не пришли те, кто сегодня рулит городом? Может быть, им стало стыдно или страшно? Ведь отвечать горожанам один на один куда сложнее, чем диктовать текст сотрудникам своей прислужбы. Гулял Хасова, Евгений Погорелый, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ.